привет всем привет я как обычно с двух аккаунтов с инстаграма привет инстаграму и привет контакту сегодня в прямом эфире сегодня у нас такой волшебный день перед рождеством сегодня новолуние и еще солнечное затмение здравствуй здравствуй лариса поэтому такой сегодня предпраздничный день и он волшебный не только тем что он предпраздничный то что рождество всегда такой волшебный день да но то что сегодня еще новолуние первое новолуние после нового года и солнечное затмение и все вот эти вот они все максимально использовать их для исполнения своих желаний всем привет все присоединяется наверное . подождем пока я начну вещать что-то важное сегодня я хотела рассказать о том как загадывать из но и как исполнять и загадывать желание женским способом ну или мужским если здесь есть мужчины я вижу есть разные способы загадывания желаний для мужчины для женщины террас во вторых есть цели и желания женские есть цели желания мужские нас конечно об этом не в школе нигде не обучали но тем не менее она так есть за 13 лет сколько я виду женские тренинги я поняла что есть цели и желания женские есть цели желания мужские так добрый день рада вас видеть снова была на вашем тренинге раньше надеюсь у вас все отлично спасибо елена 4105 очень приятно что вы были у меня на тренинге да у меня все отлично и сейчас я веду уже не живые тренинги я начала вести онлайн тренинги поэтому в онлайне вы можете меня видеть чаще чем вы могли видеть меня на живых тренингах и вообще считаю что онлайн тренинги это более улучшенная версия ведения тренингов потому что может присутствовать намного большее количество людей чем например на живом тренинге да потому что там у меня было максимальное количество это 20 человек а здесь максимум ограничено или нет но пока будем думать что не ограничено вот ну и также современном мире у нас сейчас можно вот выходить в эфиры и вещать чем я тоже очень рада о здравствуй светлана привет вот мы сегодня говорим о том что сегодня невероятно волшебный день потому что сегодня это рождество у нас ночи да потому что сегодня первый первый новолуние после нового года потому что сегодня еще и солнечное затмение конечно эти энергии могут нас как привести к не очень удачным сечением обстоятельств так и к очень удачным поэтому я за то что мы с вами творцы и мы можем пожелаем если мы действительно знаем и умеем как это делать к сожалению в школе нас этому не научили и зато у нас есть возможность обучаться этому сейчас благо сейчас все знания доступны которые раньше может быть в мире были недоступны и передавали сейчас пожалуйста вот все знания доступны бери и делай да как говорится вот и сегодня я расскажу как использовать вот энергии природы для того чтобы загадывать желание вы задавайте вопросы так будет нам даже интереснее на них отвечать и потерять желательно по теме чтобы нам не отходить от этой темы если вам эта тема интересно дайте мне знак что вы хотите узнать как загадывать желание ну и конечно как я обещала уже stories и их постах вчера и сегодня о том что я расскажу особенности как загадывать желание женским способом ну давайте начнем с того что у мужчины и женщин цели разные согласны вы с этим или нет что вот у мужчин и женщин цели разные хотя опять же со школы нас приучили к тому что ну как бы мы все стремились к одному и тому же мы все хотели да вот хочу светочка пишет здорово мы все хотели отлично закончить школу да там из нас медалью или с красным дипломом и все хотели поступить в институт и мы все хотели получить хорошую работу сделать карьеру наружить кучу детей выйти замуж в общем то и все по списку да ну мужчин может быть наружить кучу детей и выйти замуж не было в планах ну может жениться и там один или два ну хотя есть мужчины которые любят детей и хотят их много так вот но в основном вот те цели которые нам были навязаны они в основном очень даже мужские потому что вот достижение успех карьера заработать кучу денег что-то доказать миру это все очень мужские цели мужские желания если женщина вот искренне вот ну вот положа руки на сердце спросить себя чего она действительно хочет что действительно сделает ее счастливой я не думаю что она ответит на этот вопрос что действительно ее счастливой сделают награды дипломы высшее образование карьерный рост там должность какая-то если вы со мной согласны дайте мне знак что вы согласны да поставьте в одиночку или смайлик какой-то я вот женщинам задаю вопрос согласны вы со мной или нет или напишите мне вот как вы считаете что сделать вас счастливыми для того чтобы нам понять какие желания женские а какие желания мужские стать как женское желание пишет светлана здравствуй светланочка совершенно женское желание это стать красивой например да то есть есть ли женщину спросить вот что сделает ее счастливой то скорее всего она ответит что прежде всего она хочет быть красивой потому что красота для женщины очень важна она сама хочет красиво она хочет смотреть зеркало и любоваться на себя это делает женщину счастливой и второе что она ответит хочу любить и быть любимой потом уже она ответит что хочу быть там ну и здорово это понятно по умолчанию да хочу быть богатой хочу замуж хочу детей и все такое вот светлана пишет другая к пололеева который до карьера не дает счастье для женщины только деньги да совершенно верно карьера счастье не дает она дает она знаете она дает такое мужское счастье я бы его назвала да вот девочки пишут излучать женственность и любоваться да это вот это делает нас счастливой когда мы изучаем женственность любуемся на себя быть любимой так не успеваю вот я все комментарии буду счастлива если дочь будет счастлива пишет наташа но если дочь будет счастлива не факт что ты тоже будешь счастлива наташа деньги на потому что иногда мы думаем что счастье нам даст то или иное какое-то событие но когда оно происходит иногда мы чувствуем себя несчастными и кстати вот я об этом тоже хотела сегодня вам рассказать что когда мы загадываем желание да да вот сегодня замечательный день все классно можно загадывать желание можно писать списки желаний и вот здесь очень важно а что действительно нам важно загадать иногда мы загадываем такие желания которые после того как они исполнятся осуществятся мы почувствуем разочарование вот у кого так было напишите мне вот у кого так было что вы загадывали какое-то желание и думали что вот когда она исполнится я буду счастлива вот быть гармонии да вот этот быть гармонии любить быть любимой вот наши пишет это действительно женские желания вот мужчина вряд ли напишет такие желания вот если спросить мужчину я очень часто тестирую свои какие-то наблюдения инсайты откровения прежде чем поделиться с вами я их тестирую понятно на себе на всех окружающих женщинах и на всех окружающих мужчинах но в первую очередь конечно на мужа да допустим вот я задаю вопрос мужем вот скажи мне дорогой что сделает тебя счастливым он говорит на удовлетворение внутри я говорю удовлетворение от чего от того что я вот там чего-то достиг чего-то добился что-то сделал я говорю вот это мужское счастье да женщина так не скажет что она также скажет я хочу чувствовать удовлетворение внутри и вот здесь как при вопросе от чего я буду испытывать удовлетворение внутри и и конечно же я отвечу себе я буду испытывать удовлетворение внутри от того что я красивая от того что меня любят что я люблю что у меня внутри гармония спокойствие умиротворение что у меня вокруг везде красота не только моя внешняя и внутренне естественно а вообще красота которую мы созерцаем вокруг и глядя в зеркало мы созерцаем вокруг красоту и глядя на свое жилище мы созерцаем красоту вокруг И это тоже нас делает счастливыми. И, конечно же, дети счастливые, здоровые нас делают счастливыми. Вот как написала Наташа, что буду счастливой, если дочь будет счастливой. Но это не панацея, когда многие женщины думают, что вот дети будут счастливы, я буду счастлива. Нет, так не будет. И поэтому очень многие родители, которые живут и терпят друг друга родить детей, что, типа, вот дети будут счастливы, и поэтому мы будем жить вместе, не будем разводиться и не будем выстраивать правильно взаимоотношения. Когда дети вырастают, они говорят, мы не были счастливы. Вот вы тут пытались нам изобразить, что у вас всё хорошо, вы живёте вместе, казалось бы, да? Но дети всё чувствуют, они чувствуют, что родители несчастливы. И наши дети будут счастливы только тогда, когда я внутри счастлива. Вот когда женщина счастлива, счастлива вся семья, и вообще все вокруг счастливы от её счастья, потому что она излучает это счастье, это такая вибрация исходит, такое излучение от женщины. Анекдот даже есть такой, я его частенько рассказываю, мне он очень нравится. Дети, семья, а также внутренняя гармония, и, конечно, когда ты в хорошей физической форме. Да, когда наше тело, когда мы чувствуем здоровье, гибкость своего тела и красоту, да? Вот эта физическая форма хорошая, я считаю, что это относится сюда всё, и здоровье, и красота, и энергия в теле. Анекдот, да, хотела рассказать о том, что дети ломятся в ванной, кричат «Мама, мама!» И голос из ванны «Тише, дети! Я делаю вам добрую маму!» Это к тому, что когда женщина счастлива, счастлива вся семья вокруг. Поэтому, если вы хотите, чтобы, вот Наташа написала, хочу, чтобы дочь была счастлива, буду счастливой, если дочь будет счастлива, да, написала. Если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, надо прежде всего сначала стать счастливой самой, а потом уже наши дети становятся автоматически счастливыми. Поэтому, если хотите, чтобы дети были счастливы, начните заниматься эгоизмом, да, ну таким здоровым. Начните делать себя счастливой. Конечно, делать себя счастливой – это целое искусство, и я об этом обучаю на женских тренингах, о том, как сделать себя счастливой, как раскрыть свою женственность, потому что только через женственность, опять же, женщина может обрести женское счастье. Если женщина в мужской энергии, то она обретает мужское счастье и всё время чувствует себя несчастной. Ну, казалось бы, вот получила красный диплом – счастья нет. Вот получила должность какую-то карьеру – а счастья не чувствуется. Ну, вот вроде уже заработок тот, который хочу, а счастья не чувствую. Вот вроде уже путешествую как хочу, вот вроде уже дом как хочу. А внутри женщина чувствует себя несчастной. Почему? Потому что она бежит за мужским счастьем, она представила лестницу, никто из тени, карабкается по ней, карабкается, устает очень сильно, добивается многого, но счастливой себя при этом не чувствует. Да, вот девочки пишут – да, согласны, потому что уже пробовали. Пробовали, летали, знаем, да. Я такая же раньше была. Я всегда стремилась к мужскому счастью, потому что нас так со школы приучили. В 20 лет я уже открыла своё швейное ателье. Это был мой первый бизнес. В 90-е годы все открывали свои бизнесы, и я, не будь дурой, в 20 лет уже тоже открыла свой бизнес, думая, что вот это сделает меня счастливой. Потом я через полтора года забеременела и разрывалась между беременностью, потом родами и своим бизнесом, и не чувствовала себя счастливой, естественно. Потому что гонялась не за теми целями, вообще не туда была нацелена моя энергия. И так бизнес за бизнесом я думала, что я буду счастливой. То есть у меня он был не один, потом второй, третий. И, в общем, счастья я там не нашла. В достижениях, в успехе женского счастья нет. Оно там не живёт. Женское счастье живёт только внутри нас, то есть во нашей внутренней гармонии, когда вот нам внутри хорошо, а нам внутри хорошо только тогда, когда я уже перечисляла. Ну, это перечислять, конечно, можно бесконечно, но примерно, я думаю, суть вы поняли. Итак, да, я поняла, что работа, особенно много работает, убивает женскую энергетику. Да, совершенно верно. У женщины должна быть не работа, а творческая реализация. Не бизнес, а деятельность. То есть если вы открываете бизнес, я не против того, что вы открываете свой бизнес, но он должен быть для нас деятельностью. Бизнес – вообще какое-то слово, да, мужское. Деятельность, творческая реализация, где мы вообще в удовольствие занимаемся тем, что нам нравится, как нам нравится, когда и сколько. Бывает такое, что мы прямо вот нам так нравится, так нравится, и мы с головой уходим, это опять про себя, да, я такая, и мой муж об этом знает, он говорит, давай так, так как он меня структурирует, знаете, да, женщина – это река, мужчина – берега. И если ваш мужчина вас структурирует, это здорово. Если у вас пока нет рядом с вами внешнего мужчины, то ваш внутренний мужчина вас структурирует. И мой муж мне говорит, давай так, ты будешь работать только 4 часа в день, чтобы вот не уходить туда совсем в работу. Потому что бывает, что когда интересно, когда дело нравится, мы можем туда прямо с головой окунуться и потом опять чувствовать истощение. Да, что-то интересное для себя без напряга, да, совершенно верно. Так, ну что ж, вернёмся, наверное, мы с вами к нашим желаниям, да. Как и когда можно загадывать желание? Если вам, ну как бы это была заявленная тема, если вам интересна эта тема, я расскажу про неё. Если вам всё-таки интересна тема про женственность и что даёт нам, как прийти к женскому счастью, я могу, в принципе, бесконечно об этом рассказывать. Но сегодня была заявлена тема о том, как и когда, какими способами загадывать желание, потому что сегодня вот такой волшебный день. Я думаю, давайте мы всё-таки к ней, к этой теме и вернёмся. Вообще, когда можно загадывать желание? Это, во-первых, ну Новый год, да, все знают, в Новый год мы загадываем желание. Вот Рождество тоже загадывает желание. Все, кто в Новый год не успели, обычно загадывали в Рождество. Затем, Китайский Новый год, на каждое новолуние, солнечный Новый год, день рождения, ваш личный день рождения, любой праздник, который... Вот девочки пишут, про женственность тоже очень интересно. Да, я знаю, что девочкам всегда интересно про женственность, потому что, знаете, это как крик души, душа просит, да, да, я хочу получать эти знания, потому что душа, она знает, куда надо двигаться. И наша внутренняя женщина, она знает, что ей бы вот туда, вот в женскую энергию, а её блокируют вот этими заборами из мужской энергии, блоками, да, и она там сидит, как птица в клетке. И когда вот эта вот приходит информация о женской энергии, сразу же душа начинает трепетать, как вот эта птица, да, и говорит, да, да, я хочу, хочу туда. Ну, я думаю, что я сделаю эфир обязательно вот только про женственность, обязательно сделаю, эта тема очень важна для женщин. Я вообще мечтаю, чтобы все женщины на земле, на планете у меня были счастливы, и, естественно, им необходимо для этого войти в женскую энергию, стать настоящими истинными женщинами, перестать быть мужчинами в юбках, да. Про желания. Когда загадывать? Я остановилась на день рождения и вообще любой другой праздник, который вот, ну, любые праздники, когда у нас такой подъём энергии, когда у нас особое состояние внутри нас, вот тогда можно загадывать желания. Почему за праздничным столом всегда говорят тосты, пожелания друг другу? Знаете почему? Потому что вот в этот момент, когда идёт праздничное застолье, когда вот всем хорошо, всем весело, это особая энергия. И вот в эту особую энергию как раз вот идеально делать закладку желаний. Они тогда очень хорошо исполняются, потому что загадывать желания в депрессивном состоянии, в печальном, там, не знаю, ну, бессмысленно. Энергии-то нет вот той, которая реализует наше желание. Вот знаете, как фейерверк. Вот этот фонтан энергии, он, его нужно создать внутри. И поэтому идеальные моменты, когда нужно загадывать желания, это когда мы фонтанируем какой-то позитивной энергией. Как я перечисла, любой праздник, день рождения и какие-то эмоциональные всплески, не знаю, прыжок с парашютом, какой-то творческий процесс, когда вы вдохновлены чем-то, когда вы влюблены. Очень хорошо сбываются желания, вспомните, да, когда вы влюблены, вы тут же и странеете, и хорошеете, и красивеете, и что-то, и как-то все дела идут, и деньги идут, и по работе все хорошо. То есть желание исполняется легко. Почему? Потому что мы в особом женском состоянии. Да, нужно много положительной энергии, вот девочки пишут. Смотрите, про особое женское состояние, вот тоже к желаниям, да, но еще поясню. У женщины психическая энергия в 6 раз сильнее, чем у мужчины. А у мужчины в 6 раз сильнее физическая энергия. И поэтому мужчины физически сильнее, и так как у них этой энергии физической много, они исполняют желания физическим способом. То есть увидел цель, не вижу препятствий, пошел и сделал. Да? У женщин все по-другому. Так как у нас очень мощная, сильная психическая энергия, то мы свои желания загадали и вынашиваем его, вот именно в своей психической энергии. Ну или как вот, например, яйцеклетка, да, выжидает, она не бежит за сперматозоидом. Она выжидает особого состояния, к ней приходит сперматозоид. Или вот как матка, например, да, она же физически, ну то есть женщина, она внашивает, да, вот свое желание, оно просто потом рождается, как ребенок. То есть когда у нас произошло зачатие, мы же сами в матку не лезем и там ничего физически не делаем. То есть мы не наращиваем ребенку ручки, ножки, глазки, ушки, да. Все происходит само, так заложено природой, мы так устроены. У нас там все само происходит, нам главное поддерживать в себе это состояние. Да, и вот так же с нашими желаниями. Мы желание загадываем, и как мы его поддерживаем, это желание. То есть мы его наполняем энергией. Вот, да, кто-то пишет, прямо все само складывается, когда особо энергетическое состояние. Да, все само складывается. Мы напитываем свое желание энергией. И поэтому существует множество разных ритуалов, таких волшебных, да, эзотерических, эзотерических, которые помогают нам в наше желание вложить максимум энергии. Что еще помогает нам? Ну вот, сбилась в смысле, да. Ритуалы, разные упражнения, разные практики, которые помогают нам осуществить наше желание. И зачастую нам не нужно куда-то бежать, ну, знаете, эти целеполагания, да, бывают мужские, опять же. Когда вижу цель, не вижу препятствий. Если вот я, например, сравнила женский способ с маткой или с яйцеклеткой, то могу вот сравнить мужской способ, например. Это как сперматозоид, который вижу цель, не вижу препятствий. И самое главное генетически заложено сперматозоиды, что это вот он вышел, и ему сразу же вот надо туда прийти, вот первым куда-то там, и что-то там ему будет. Так заложено генетически. И поэтому мужчин так. Вот он что-то захотел, ему надо сразу идти вот напрямую векторно к своей цели, да, векторно, как его фалос. Женщина, как яйцеклетка, как матка, она вот, она выжидает, она вызревает, она вот своё желание напитывает энергией, своими эмоциями, своим особым состоянием. Вот это и есть женский способ. Вот этими ритуалами, практиками всевозможными, так она напитывает своё желание. Хорошо, я думаю, что если коротко, это понятно. Я почему сейчас говорю очень быстро и, ну вот, стараюсь хотя бы по чуть-чуть задеть каждую тему, потому что вот эту каждую тему, это можно, ну, очень развернуто её изучить и попрактиковать, да, но в рамках этого эфира, конечно, мы это не сможем сделать. Я просто сейчас вам тезисно расскажу, как загадывать желание, когда и что можно сделать. Ну, например, если говорить о способах, да, я рассказала, когда, да, можно загадывать желание, все вот эти дни рождения, Новый год, любой праздник, каждое новолуние нам очень хорошо помогает лунная энергия, да, потому что вот с каждого новолуния первые 2-3 дня они идут на закладку планов и желаний. Ничего пока делать не нужно, прямо действия нужно совершать уже где-то с 3-го лунного дня до самого полнолуния. Здравствуй, Алла, вот присоединилась. И до самого полнолуния мы исполняем, ну, делаем какие-то действия, да, а вот в новолуние мы только загадываем свои планы. И способов, конечно, очень много. Ну, самого такого простого способа, это мы пишем список из желаний. И вот если вы делаете, вот эти загадываете желания, например, в Новый год, или сразу после Нового года, или в день рождения, ну, то есть как бы закладка на год, тогда я предлагаю писать список из 100 желаний. То есть вы пишете, прямо вот берете и говорите, и сейчас я напишу 100 желаний. Конечно, где-то на 23-м уже, вы понимаете, что, ну, всё, уже всё кончилось, я уже не знаю, чего хотеть. Но здесь надо очень важно продолжать и продолжать и продолжать. Почему? Потому что, ну, может быть, где-то на 65-м желании вы придете к своим истинным желаниям. Потому что сначала будут выплывать такие желания, знаете, такие глобальные, и то, что все хотят. А вот то, что хочет ваша душа, оно попозже будет выходить. Это как разговор с душой, который вот я всегда рекомендую вести дневники девочкам. Ведите дневники, чтобы разговаривать со своей душой. Это первый способ, то есть просто писать списки желаний, да. Второй способ – это когда мы можем написать, например, прямо сценарий или сказку. Тоже на год или на пять лет. Ну, это вот я говорю сейчас такие лучшие способы, которые вот именно для сегодняшнего дня подходят, да. Потому что первое новолуние после Нового года. И потому что вот прямо так сегодня у нас все энергии сошлись, что сегодня я предлагаю прямо вот, ну, сегодня, завтра и послезавтра, вот эти три дня, загадывать желания прямо вот по максимуму. Прямо со списками не одно, два, три, десять, а вот прямо сто или целый сценарий. Еще очень хорошая дата – это будет 5 февраля, китайский Новый год. И в этот же день, ну, китайский Новый год отмечается в лунный Новый год. Он будет 5 февраля. Тоже, если вот вы сейчас, сегодня, завтра, послезавтра не успеете, то 5 февраля будет идеальное время еще для того, чтобы делать карты желаний и загадывать желания. И ритуалить по-разному. Я даже думаю, что я, скорее всего, проведу где-нибудь два-два с половиной часа вебинар, именно 5 февраля, такой вот, где прямо под все-таки моим руководством мы будем делать вот эти вот ритуалы на исполнение желаний. Потому что в идеале каждое желание нужно проработать, чтобы оно сильно исполнилось. Ну и проработать еще так, чтобы вот какое-то залетное лишнее желание вам не попало, потому что, ну, желания важны ваши искренние, которые вас приведут к счастью, а не к разочарованию. Бывает так, что желание исполнилось, а внутри только пустота и разочарование. И, ну вот, если вам интересно провести прямо вот всю эту работу под моим четким руководством, напишите мне в директ, и я расскажу, как к этому подготовиться, и когда, и где мы с вами соберемся. Это, конечно, будет не такой прямой эфир, это будет, ну, вебинар, где-то два-два с половиной часа, закрытый вебинар, естественно, потому что мы будем, ну, проводить определенные ритуалы волшебные. Какие еще способы сценарий сказала, список сказала, карта желаний, естественно. Замечательный способ для того, чтобы загадывать свои желания, особенно делать вот на год, да. Если, например, каждую новолунию вы можете писать списки желаний, ну, там, уже невероятно 100, да, можете там 10-15 писать, то вот после Нового года, и вот в новолунию после Нового года, или в китайский Новый год, в идеале делать карту желаний, прямо вот такую большую карту, где вы сможете прямо вот все, она там идет по секторам, я даже вот вам такую картинку распечатала. Ну, здесь зеркально у вас, но я к тому, что она идет, ну, ее можно эту карту желаний делать, конечно, разными способами, можно просто интуитивно, а можно делать прямо по сетке Багуа, по секторам, то есть, там, на юге, например, Слава, на севере, там, например, творческая реализация, ну, деятельность, да, творческая реализация у нас на Западе, на юг-востоке богатство, там, на востоке семья и все такое. Это по фэн-шуй можно делать карту, можно делать интуитивно. В общем, способов очень много, я об этом тоже, либо сегодня, если успеем, расскажу, да, то есть, зависит от того, какие у вас будут вопросы. Я сейчас вот расскажу про способы, а вы потом скажете мне, про какой способ вам рассказать поподробнее. Про карту желаний, про сценарий сказку или про список желаний, который состоит из ста желаний. Или вот, когда я говорила о том, что, когда бывают эмоциональные всплески, например, да, и вы загадываете желания, вот, когда какие-то эмоции, ну, там, я говорила, прыжок с парашютом, оргазм или там что-то еще такое, то можно про карту желаний по фэн-шуй. Хорошо, вот сейчас я посмотрю большинство, про что будет запрос, то кто-то мучит кота. Кота никто не мучит, кот у меня очень разговорчивый, и когда я начинаю вещать вот так вот непонятно куда, он вообще в шоке, он не понимает, почему я на него не смотрю и на мужа не смотрю, и вообще с кем я тут разговариваю. Он начинает ходить и подмюкивать. Это нормально, это уже я привыкла к этому, когда веду вебинары, он любым мне вообще залазит вот сюда и тоже смотрит вот так в экран. Так, про способы, да, вот вы сейчас мне напишите, про какой способ вам рассказать подробнее, я пока еще про способы расскажу. Вот, вы знаете, есть такой семаронский способ, я остановилась на всплесках эмоциональных, да, например, можно залазить на табурет, прыгать с него и выкрикивать свое желание. Вот кто-то пишет, про список рассказать. Хорошо, может, я успею вообще про все рассказать. И вы выкрикиваете там, например, свое желание, я богата там, например, или я там, ну, свое желание какое-то, да. Так, а можно еще раз рисунок показать. Да, он будет у вас в зеркальном отражении, вы на самом деле эти все рисунки можете найти в интернете. Это сетка Бакуа, по которой мы делаем раскладку картинок на карте желания. Кто-то пишет кот-суфлер, да, он все переводит. В центре вы помещаете свое фото и все, что связано с вашим здоровьем. И вот она, может быть, можно ее по квадратам распределить, можно вот таким вот многоугольником. Быстро пролетают комментарии. Покажите вашего котика потом, я тоже хочу завести. Хорошо. Леш, ты его запусти. У меня уже муж закрыл дверь, чтобы он... Ты запусти, кота, пусть он... Иди сюда. Пусть он покажется. Ну, иди сюда, иди. Вот такой котик у меня. Который тоже хочет вещать, видимо. Так, про... Про способы. Ну, вот про эмоциональные всплески, да, сказала, что... Про табурет, про... Когда, например, прыгаете в бассейн или прыгаете в воду. Очень хорошо загадывать свои желания. Во время оргазма, я думаю, сложно будет сосредоточиться на своем желании. Поэтому... Да, котик классный. Он у нас приехал с нами из другого города. Прилетел на соболете. Сын его нам привез. Так, про способы. Значит, у нас голосуют за карту или за список. Обожаю сиамцев. У меня тоже такой был раньше. Но он... Невская маскарадная считается, потому что он похож на сиамского, но он пушистый. Мы его стрижем, конечно, подо льва. Вот. Так, ну что, про карту желаний тогда, да, поподробнее вам рассказать. Ну... Так, все, мы отоймем ее карту. Если по фэн-шуй, то вы находите вот такую сетку бабуа. Если по интуитивно, то вы можете просто сделать. Можно даже... Ага, он из Ижевска, да? Да, он из Ижевска приехал. Можете просто взять, не знаю, пробковую доску или плакат «Желай». Ну, это формата там. Как он называется? Большой вакман, да? Можно сделать вообще в альбоме. То есть вы покупаете альбом. Такой, знаете, с прозрачными магнитными наклейками. И туда подставляете свои картинки. Потом, когда она там исполнилась или просто уже вы передумали, вы убираете картинку и клеите ногу. И тогда она уже... Альбом будет у вас не по вот такой сетке бабуа, но он зато... Вы его сделаете по секторам, которые включает эта сетка. Потому что здесь 9 секторов. Чтобы вы ничего не пропустили. Например, там, здоровье или дети творчества, или там, не знаю, путешествия, знания, мудрость, творческая реализация. Чтобы всё-всё-всё у вас было учтено. Вот я за много лет вела тренинги и наблюдала такую картину, когда спрашивали женщин, о чём они мечтают, и какие у них есть желания. Многие теряются, прям даже не знают, что загадать, как говорится. Потому что... Ну, нас и не приучили, да, загадывать желания. Вообще, помните в детстве, какая у нас... Как нас отучали, как нам вообще хотелку обрубали? Вот если кто-то сейчас вспомнит какие-то способы, как нам хотелку обрубали, расскажите. Я вам расскажу один, например, способ. Допустим, в детстве к вам подбегают мальчики или девочки. В маленькие там садики ещё, например, говорят. Закрой один глаз. Вы там закрываете. И вам говорят, загадай желание. И вы такая, загадывайте желание. А потом над тобой смеются, говорят, ха-ха-ха, размечталась одноглазая. Да? И, ну, как бы внутри становится так обидно, потому что ты думаешь, эх, был способ показывать. Я думала, что это был волшебный способ загадать желание. Оказывается, это просто насмешка. Или были такие, знаете, нам говорили, много хочешь, мало получишь. То есть нам реально отрубали хотелку мечтать и загадывать. И вот этот весь пионерия, комсомол, в общем, весь этот коммунизм в Советском Союзе, да, к которому мы стремились и шли. Нас, вот, хотеть не вредно, да, вот пишут. Так, вот так нам приговаривали, да. Нам обрубали хотелку, вот, не вертись, не красуйся. Это тоже нам не разрешали. Вот, то есть нам обрубали вот это всё, чтобы мы, знаете, кем были? Роботами. Вот это вот, пионер всегда готов, да. Чтоб мы были роботами, которые будут исполнять указания власти имущих. Да, было, типа не мечтали. Да, нам не то, чтобы не позволяли мечтать. Нам даже, ну, запрещали мечтать. И осуждали нас за это. И, в общем, вот я помню, что всё детство я от этого очень сильно страдала. Мне вот всегда хотелось что-то волшебничать, что-то придумывать. И я стеснялась это всё делать, потому что, ну, не принято так было. Мне даже как-то сон снился не раз такой, что я умею летать. И я летаю, и вдруг меня там кто-то люди... А, я летаю и прячусь от людей, что я летаю. И меня, например, кто-то увидел и спрашивает, а ты что, летать умеешь? Я говорю, ну, да, умею. А чё ты не летаешь, а чё ты, ну, как бы, так скрываешь? Я говорю, ну, вы знаете, меня, говорю, в детстве ласа вылавливали. И поэтому я, в общем-то, ну, боюсь летать, потому что, ну, как бы меня вылавливали. Вот. Мне запрещали летать. Вот такие сны уже во взрослой жизни мне снились. Я думаю, что это к тому, что нам многое запрещали делать, то, от чего летает наша душа. Поэтому я на всех своих тренингах и курсах обучаю женщин тому, как обрести крылья, как научиться мечтать, как стать волшебницей своей жизни, потому что это на самом деле так и есть. Вот мы все творцы, волшебники и волшебницы своей жизни. Мы созданы по подобию и образу Бога, да, Творца. Но так как вот нам эту всю творческую хотелку обрубали, мы и разучились это делать. Правильно? Если, представьте себе, вот человека один раз назвать свиньёй, он не обратит внимание. Три раза он захрюкает, а сорок раз он превратится в свинью, да. Так, вот вопросы иногда убегают, я не вижу. Так, ну давайте вот ещё раз напишите мне, про что мне всё-таки рассказать, поподробнее про карту желаний или про какие способы. Так, и по времени мне надо понимать, сколько у нас времени. Так, у нас прошло сорок минут. Есть ещё двадцать минут. Лина Лабутина, привет. Привет. Я тут на два веща, это два устройства, Инстаграм и Контакт, поэтому не сразу всех вижу, не сразу вижу комментарии. Очень хочу мужских денег, чтобы мой мужчина зарабатывал больше меня, но не за счёт того, что мои доходы снизились бы. Как это пожелать верно? Вот, классный вопрос. Карта желаний тоже интересная. Очень хороший вопрос. Как так загадать, чтобы, например, вот, девушка пишет, мужских денег, да, чтобы ваш муж зарабатывал больше вас, например. Почему нам, вот нам, женщинам, важно, чтобы мужчина зарабатывал больше меня? Потому что таким образом я поддерживаю то внутри себя состояние, что мой мужчина всегда главный, первый и правый, да. И вот очень хороший вопрос. Это как раз относится к формулировкам. Я хотела про формулировки рассказать. Но, конечно же, я тут с вами заболталась и забыла. Поэтому вы своими вопросами будете меня обратно в русло направлять, о чём был заявлен наш сегодня прямой эфир. Поэтому вы меня как раз вопросами будете обратно восстанавливать. Да, или чтобы много зарабатывал, например. Вот смотрите, когда мы загадываем желания за других, я почему всегда говорю, что в формулировках своих нам необходимо загадывать свои желания так, чтобы они были, во-первых, без частиц «не», во-вторых, чтобы они были экологичны. Что значит экологичны? Что это желание будет на благо не только вам, но и всем окружающим вас людям. Ни в коем случае, например, нельзя загадывать себе там мужа Брэда Питта, например, да, если вы знаете, что он женат или у него там… Да и вообще в принципе, даже тут уже не столько важно, женат он или нет, просто вы нарушаете свободу воли другого человека. Не факт, что вы будете счастливы именно с этим человеком. Поэтому, когда вы загадываете желание, вам необходимо загадывать не конкретного человека, а вы можете загадать желание, что хочу встретить такого мужчину, который был бы похож на Брэда Питта, имел бы такие же качества, имел бы такой же успех, слава, богатство и всё такое, и чтобы это был мой мужчина. Далее. Вернёмся к вопросу, который был, как загадать так, чтобы у мужа было много денег. Смотрите, мы желание все загадываем только для себя, от себя и для себя. Что это значит? Это значит, что когда вы загадываете, вы не загадываете, я хочу, чтобы у моего мужа было много денег. Вы загадываете, что я жена богатого мужа. Например, я мама здоровых и счастливых детей. То есть вы не загадываете, что я хочу, чтобы мои дети были здоровы и счастливы, я мама здоровых и счастливых детей. То есть вы загадываете для себя. Потому что, ну, это наша реальность, и все люди, которые нас окружают, они тусуются в моей реальности. И это я создаю, что у меня будет с ними происходить, и какие взаимоотношения будут происходить. Ещё вопросы, девочки, пишите. Так, да, или чтоб много зарабатывал, например. Ну, вот так и загадывайте, что я жена богатого мужа, у которого ежемесячный доход, например, там от одного миллиона рублей выше. Вы прям прописываете конкретно. Если вы пишете списком. Вот смотрите, чем отличается карта желаний, или список желаний, или сценарий. Это разные способы, они подходят для разных людей. Вот я сегодня говорила о том, что есть мужской способ загадывания желаний, есть женский, да, вот чем отличается. Например, писать список, у нас подключается логический ум. Это мужской способ будет. Мужчины выбирают такой способ. Они говорят, я лучше напишу список, я поставлю, я на каждое желание напишу по три, ну, то есть переведу желание в цель, распишу все шаги и пойду двигаться к своим желаниям. Это здорово, замечательно для мужчины это самое то. Вижу цель, не вижу препятствий. Так как я уже ранее рассказала, конечно, вот те, кто присоединяются чуть попозже, я вот вижу до сих пор присоединяются и присоединяются, вам, наверное, непонятно, о чем я говорю. Вот, например, я вижу присоединилась Галина Целоусова, это, наверное, тетя моего мужа. Здравствуй, Галина, если это ты, потому что аватарочка маленькая, но я думаю, что да, Целоусова фамилия очень редкая и, скорее всего, вот, и, наверное, она сейчас подключилась и не понимает вообще, о чем я тут вещаю. А тема у нас сегодня такая, что сегодня волшебный такой день перед Рождеством, сегодня новолуние, сегодня солнечное затмение, сегодня первое новолуние после Нового года, и поэтому самое то загадывает желание. И я рассказываю о том, как эти желания лучше всего загадывать женским способом и, в общем-то, как сделать так, чтобы они исполнялись. Так вот, список писать – это мужской способ. Делать карту желаний – это больше женский способ. Про карту я еще, конечно, подробно не рассказала, многие, наверное, не понимают. Напишите мне, кто вообще не знает, что такое карта желаний, потому что, если вы вообще не знаете, я хотя бы примерно расскажу. А то я показала вот эту сетку, да, но я не рассказала, что с ней делать, с этой сеткой. На самом деле, сюда клеятся картиночки. Так, сейчас, пока не убежал вопрос, зачитаю. Загадываю именно так постоянно, но, увы, заменяю это и успокаиваю себя тем, что получаю хотя бы любовь и заботу. Возможно, не верится или уже привыкла. Тогда как себе помочь? Так, загадываю именно так постоянно. А как постоянно? Заменяю это и успокаиваю себя тем, что получаю хотя бы любовь и заботу. А, загадывайте, что-то ваш муж был богат и не получаете. Кстати, вот, опять же, хороший вопрос. Вы меня своими вопросами так хорошо наталкиваете на очень важные вещи, которые я, вот я думаю, выйду в прямой эфир и вот прямо всё расскажу девочкам, что самое важное, на что нужно обратить внимание. Так вот, был бы прекрасный вопрос. Спросите меня, почему желания не исполняются? Ну, вот этот ваш комментарий как раз меня к этому вопросу привёл. Почему желания не исполняются? Дело в том, что некоторые желания не исполняются, потому что есть какой-то определённый блок, есть какие-то страхи, есть какие-то ограничащие убеждения. И это очень важно прорабатывать эти блоки, потому что желание так может в этой жизни вообще не исполниться. Бывает, конечно, что вообще нам это и не нужно желание. Бывает, оно не исполняется, потому что оно реально нам не нужно. Но, с другой стороны, если у вас это желание возникло внутри вас, значит, оно имеет место быть, значит, оно не просто так возникло в вашей голове. И нам важно, пусть оно исполнится, даже если мы поймём, что оно не особо нам было важно и нужно, но, по крайней мере, оно исполнилось, и мы поняли, мы сделали выводы, мы получили опыт жизни, мы получили урок жизни, что, ну, вот, как я вначале говорила, что, может быть, оно не сделает вас счастливой, именно это желание. Но, по крайней мере, оно исполнено, и вы знаете, что, да, я это попробовала, я это сделала. Лучше пойти по пути, развернуться и прийти обратно, чем вообще не ходить, да, чем стоять на месте. Да, у меня тоже не всегда исполняются, вот пишут. Это действительно так, это вот очень многих отпугивает вот эти все техники, потому что они говорят, ай, ну что, загадывать желание, если всё равно многие из них не исполняются. Вот для того, чтобы они исполнялись, это целое, может, немного позже, может и такое, что чуть позже, но я точно могу сказать. Вот сколько я проводила разных, ну, курсов и тренингов и семинаров по исполнению желаний, ну, уже чётко выясняли у многих женщин, и потом желания исполнялись. Как только мы расчищали дорогу к этому желанию, как только мы убирали все ограничивающие убеждения, блоки, страхи, желание тут же исполнялось. Поэтому, если, например, вы загадываете, что я хочу там вот быть женой богатого мужа, а любовь и заботу получаете, а богатства как не было, так и нет, значит, у вас есть внутри какой-то определённый страх или какое-то внутреннее убеждение. Ну, какие могут быть страхи? Например, да, вот для примера, так, у нас ещё есть чуть-чуть время, да, для примера, например, для примера, например, так хочу вам всё успеть рассказать. Например, допустим, вы желаете быть женой богатого мужа, но внутри есть страх, что когда он станет богатым, а вдруг он станет диктатором, а вдруг он станет деспотом, а вдруг он будет вот ко мне плохо относиться, или а вдруг я вообще не потяну на эту должность быть женой богатого мужа, да, ведь нужно соответствовать. Или, например, очень часто бывает так, что женщина загадывает выйти замуж за принца на белом коне, да, а принца всё нет и замуж на никак выйти не может. Почему? Потому что, возможно, внутри есть страхи и убеждения. Например, убеждения какого характера могут быть. Допустим, если с детства девочка слышала, что все мужики сло и козлы, то у неё нет образа принца на белом коне, такого вот внутри. То есть у неё в подсознании совершенно другая программа заложена. То есть такого файла в нашем компьютере головного мозга нет, где есть такой мужчина замечательный, классный, за которого она хочет выйти замуж. А у неё есть другие программы, заложенные с детства, и именно таких мужчин встречает, соответствующие своим программам, которые заложены в подсознании. Так вот, эту программу нам нужно выгрузить из подсознания и загрузить новую программу. Это целая технология, это действительно работа такая внутренняя. Я этому обучаю на тренингах. И если вы захотите всему этому обучаться, welcome, приходите ко мне на курсы, тренинги. Причём на любой курс, если вы ко мне придёте, на любом курсе мы всё равно вокруг да около будем ходить о том, как создать жизнь своей мечты. Если это курс о женственности, то мы через… приходим, раскрываем свою женственность и приходим к женскому счастью. Потому что к женскому счастью без женственности никак не прийти. Это уже проверено, доказано уже многими-многими тысячами женщин, которые проходили у меня тренинги. Я их, конечно, не считала, но я думаю, что это тысячи и несколько тысяч. Если уж там посчитать за годы вообще, сколько там, 13 лет, то… И я уже точно знаю и глубоко в этом убеждена, что к женскому счастью можно прийти только через женственность. Если вы приходите, например, на какой-то марафон по исполнению желаний, то мы тоже будем с другой стороны подходить к этому. И вот эти все ограничащие убеждения, все эти страхи, мы это всё убираем. Ну, я думаю, что это вообще отдельная тема эфира, и про это надо будет… Я, наверное, проведу отдельный эфир, расскажу. Прямо так и назову его, почему желания не исполняются. Сегодня у нас как сделать так, чтобы желания не исполнялись, а потом сделаю эфир, а почему они не исполняются, чтобы вы смогли прочистить дорожку к исполнению ваших желаний. Вот это жуткая программа, я от неё тоже избавилась, наконец. Здорово. Или изменять будет… А, вот, или изменять будет, если деньги будут. Вот такие страхи бывают, да. А, что все мужики-козлы от этой избавились, да, программы? Возможно, я привыкла сама на себя надеяться, подумаю об этом. Вот это, кстати, тоже абсолютно неженское состояние. Мужчина, он всегда надеется сам на себя, знаете, как Бог, как Творец. А женщина надеется на Бога, на Вселенную, на Творца. Как я уже говорила, матка, в которой ребёнок у нас, где выздревает, да, плод, и потом рождается… Женщина ведь не рассчитывает, что это она сама там всё наращивает ему, ручки, ножки. Она знает, что природа всё сама сделает. Так вот, когда вы загадываете желания, природа, Вселенная, Бог, Творец, вот как угодно, Высший Разум, вы можете его называть, всё сам исполнится, ваше желание исполнится, если нет ограниченных убеждений. Поэтому мечтайте, загадывайте свои желания. И скоро у нас трансляция закончится, потому что осталось совсем несколько минуточек. Поэтому я буду завершать. Мечтайте, загадывайте свои желания. Есть ли вам интересны способы или про карту желаний. Про карту желаний, кстати, есть эфир, который я снимала вместе с Юлией. Была как-то у неё в гостях. Мы вышли в прямой эфир в Инстаграме и засняли. Она выложила на YouTube. В общем, в моей ВКонтакте группе «Школа мудрости и волшебства». Кстати, я же создала YouTube-канал буквально вчера. И туда я выложила уже вот это видео тоже. То есть оно находится в плейлисте. Там есть, я рассказываю про карту желаний, прямо вот по секторам рассказываю, куда что. Но тоже там в рамках одного часа вместе с болталками и ответами на вопросы не всё получилось сделать хорошо и обо всём рассказать. Поэтому 5 февраля проведу конкретно закрытый вебинар. Пишите мне в директ, я всё расскажу. Тоже интересно. Да, и про это я тоже эфир проведу. Девчонки, поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал. У меня там пока один подписчик, который вчера возник сразу же. Я туда буду выкладывать много видео. Я сейчас этим буду заниматься. Но там ещё и будут видео с разных живых тренингов. То есть мы туда чихонечко будем заливать. То есть там будет то, чего нет ни ВКонтакте, ни в Инстаграм, конечно. Адрес YouTube-канала, не знаю, наверное, Фаина Целоусова просто. Вчера создали, ну вот муж не создал. Там, когда только заходите, там пока одно только видео. А если зайти в плейлист, там в плейлисте много разных видео. Там есть видео с балов, кто был с нами на балах, на благотворительных, которые я раньше организовывала. В общем, там есть отрывки с тренингов. И вот есть вот это видео, как сделать карту желаний. Такое вот. Так, ну что, девочки, пора прощаться, потому что мне надо сейчас всё вовремя так завершить и сохранить, чтобы мой эфир сохранился, потому что просили сохранить. Так, в Инстаграме я сейчас попробую. Продолжение следует...